Казалось бы, обычный выходной для любителей рыбной ловли, только удочек никто не достает. Сюда, на берег Реклы, рыбаков привлекла необычная акция. Месяц назад областная федерация рыболовного спорта начала сбор пожертвований на малька для выпуска в водохранилище. Общими усилиями накопили внушительную сумму – почти 200 тысяч рублей. Приняли участие больше сотни человек, то есть с помощью этих как раз людей собрали данную сумму. Сегодня планируется порядка 200 человек участников. Ну, основная, конечно, масса – это жители ближайших населенных пунктов, то есть это Орск, Новотроец, Гай, Энергетик. Ну вот, мы тоже небольшой дружной компанией из Оренбурга тоже приехали поддержать данную акцию. На звук тяжелого грузовика отзываются дружными аплодисментами. Это прибыл КамАЗ с долгожданным молодняком. Почти тонны рыбешек, более 15 тысяч голов сазана и карпа готовы поселиться на постоянном месте жительства. Уже подрощенные мальки вызвали настоящий восторг у детей. Они пугливо одергивают руки от скользких плавников, но настойчиво пытаются их поймать, чтобы лично выпустить в холодную воду. У молодняка сазана и карпа самый высокий процент выжимаемости. Пройдет немного времени, и вся эта рыба из водохранилища попадет в Урал. Малек зеркального карпа уже через год подрастет и вполне себе сгодится на ужин. Однако у этой рыбы задача намного более важная, чем просто пополнить поголовье на Эриклинском водохранилище. Тонна малька – это капля в море. Проблемы истощенных рыбных запасов она не решит. Цель акции куда дальновидней. Привлечь внимание к проблемам областных водоемов. Выезды на природу в наших краях уже давно перестали походить на приятный отдых. А когда приходят на реку, извините, видят браконьеров с сетями. И вот эту всю грязь, которую люди оставляют, тут уже не до рыбалки. Ну, берем с собой мешки, собираем эту грязь, естественно, чтобы очистить. Ну, а с браконьерами тоже боремся. А вместе решать проблемы будет куда проще. Об этом и говорят идейные вдохновители и организаторы акции. Задача нашей сегодняшней акции лежит в плоскости человеческого воспитания все-таки. Дать пример, показать внешнему миру, тем людям, которые не связаны с рыбалкой, не связаны с подводной охотой, показать, что мы способны не только брать, но мы можем еще и давать. Акция обещает продолжиться. Любое дело нужно не просто начать, но обязательно завершить. Ведь мало просто выпустить малька. Нужно еще и прогнать прожорливых чаек, которые мгновенно закружили над пока еще неокрепшей рыбешкой. Екатерина Платонова, Илья Схаялин. Наше время. Новоорский район.